Сегодня мы с вами обсудим очень интересную тему, которая называется «Путь в дизайне с нуля до сделок с премиум клиентом». Мы обсудим 4 основные позиции. Первая часть – это вообще за что платит рынок, за что вы будете получать деньги, если вы работаете дизайнером, либо только хотите им быть. Вторая часть – это 4 позиции для быстрого старта, в зависимости от ваших навыков, умений, возможностей, какой старт у вас будет максимально быстрый. Третья часть – это уровень заработка по умениям, какие у вас есть на данный момент умения и какие проекты вы сможете взять, на какие доходы вы сможете выйти. И четвертая часть – это премиум сегмент, вообще кому стоит работать в премиум сегменте и как на них выйти. Итак, давайте посмотрим, переходим в нашу презентацию. Называется она «Путь в дизайне с нуля до сделок с премиум клиентом». Это несколько наших объектов, которые мы уже делали для наших клиентов. Первое, что мы обсудим – это вообще за что платит рынок, что мы будем делать и, соответственно, за что мы будем получать деньги. Тут есть три основные составляющие. Это программа «Минимум», «Консультация и навыки». Программа «Стандарт» – это создание дизайн-проектов, как эскизных, так и полных. Программа номер три – это комплекс, когда вы не только делаете проектирование, но и сопровождаете клиента на закупках, а также на стройке. Разберем все это сейчас более подробно. Первое – это консультации и услуги. Что это такое? Здесь мы оказываем помощь в подборе консультаций клиенту, если он покупает мебель, если он выбирает строителей, если он хочет проконсультироваться по созданию планировки. Это такие базовые навыки. Например, это визуализация, чертежи, создание технического задания, либо помощь, обмеры, управление строительством, возможно, либо управление строителями, если это бригада, а также декор. Здесь заработок ваш будет где-то 5-15 тысяч рублей в день, если вы ищете клиента самостоятельно. Это неплохие уже деньги, соответственно, вы можете выучить какое-то одно из направлений и оказывать, получая только на этом направлении именно вот эти деньги. Следующий момент – это создание дизайн-проектов. Дизайн-проекты – это такие альбомы, по которым клиент работает со строителями, с помощью которых он покупает мебель, материал и вообще реализует то, что придумано по дизайну. И за такие альбомы клиент платит. Какие объекты обычно заказывают? Ну, как правило, это либо маленькие квартиры, их большинство от 70 метров, и бюджет работы здесь 3-4 миллиона. Также есть хорошие объекты – это бизнес, клиенты. Бюджет 4-15 миллионов рублей. Клиент будет готов потратить на обустройство и ремонт. А также премиум-сегмент – это 15-70 миллионов. Это очень интересные проекты, похожи на то, что я вам показывал. Какая детализация бывает этих объектов? В принципе, здесь детализация возможна. Это эскизный проект до 500 тысяч рублей. Делается он примерно 1,5-2 месяца. 500 тысяч рублей, в принципе, в одиночку за счет визуализации и правильной планировки можно заработать. Но стандартно на маленький проект это 100-300 тысяч рублей, что тоже, в принципе, неплохо. Полный проект оценивается чуть выше, это от 300 до миллиона рублей, но здесь и навыков нужно побольше. Помимо навыков создания планировки и подбора мебели, визуализации и общения с клиентом, здесь еще могут понадобиться инженерные навыки, навыки управления, навыки коммуникации. Их тоже можно в себе развить. И тогда вот примерно на такие цифры вы можете рассчитывать. 300-1 миллион рублей за полный проект, особенно это если премиум-сегмент. На самом деле цифр бывает даже больше. Я на интенсиве покажу вам объекты по 1,5 миллиона и даже на 3 миллиона. В принципе, это вполне реальные цифры. Делаются они не всегда в одиночку, делаются они в команде, поэтому об этом тоже дальше поговорим. И третья составляющая – это проект целиком, когда мы не только делаем сам дизайн, но и помогаем клиенту его реализовать. Здесь стоимость уже возрастает и даже на бизнес-классе можно зарабатывать 1,5 миллиона рублей. Да, это не так быстро, это растягивается на несколько месяцев, но параллельно этому вы ведете еще другие проекты и одновременно поддерживаете на авторском надзоре комплектации и управлении строительством несколько объектов. В принципе, это можно делать даже с помощником. В этом случае ваш заработок будет примерно 1,5 миллиона рублей за 4-6 месяцев. Если вы осуществляете полный контроль, то есть помогаете клиенту не заниматься строителями, а берете на себя все это управление, то можете добавить себе еще 10-15% от стоимости реализации. То есть клиент будет вам платить за то, что вы будете гарантировать результат. Также есть опция «Генподряд». Здесь уже рентабельность выше, в районе 30%. Это рынок, все, кто занимается бизнесом, особенно в стройке, понимают, что минимум рентабельности – это 30%. Поэтому, если вы не только дизайнер, но и найдете себе партнера, либо будете самостоятельно заниматься «Генподрядом», то вот можно еще дополнительно получить себе деньги за то, что вы ведете стройку. Это не всегда тема дизайнерская, но в принципе тоже вообще возможно, если вы особенно занимаетесь бизнесом. Дальше услуги, которые не делают остальные. Как правило, есть большое количество услуг, которые многие просто упускают, либо не допускают или даже не думают о том, что они возможны, и ограничиваются только дизайном и реализацией комплектации, казалось бы, с такими обычными услугами. На самом деле есть еще очень много чего полезного и интересного, то, что выделит вас на фоне других дизайнов, которые позволят просто перепозиционироваться, особенно это актуально для ресторанов, для отелей, для коммерческих объектов, для офисов, то есть то, что приносит деньги. Следующая часть – это способы заработка. Какие бывают вообще темы для того, чтобы заработать в теме дизайна? Первое – это консультация. Ну, тут достаточно очевидно, клиент платит вам несколько тысяч рублей, и вы оказываете консультационные услуги. Это хорошо, особенно для новичков, потому что как только вы изучили немножечко стили, вкус у вас появился, как только вы научились делать планировки, вы тут же уже можете советовать друзьям, знакомым, в принципе, уже выходить на работу и быть полезным, тем самым получая себе в портфолио и получая навык. Также можно сделать часть проекта. Это может быть либо визуализация, либо эскизные проекты. Также может быть сопровождение, работа с клиентом и делегирование. Если вы уже взяли проект, то через какое-то время вы возьмете себе помощников и сможете зарабатывать за счет того, что отдаете какую-то часть работы и в целом отвечаете за все перед клиентом самостоятельно. Это как генпотрет. Также возможно продажа чужих услуг. Это когда вы берете себе подрядчиков и поставщиков, особенно надежных. Если у вас есть база надежных поставщиков, либо вы знаете надежных подрядчиков, то нет ничего проще, как перепродать чужие услуги. Вы все сами делать все равно не сможете, а заработок идет в том числе на заказах других. И вы их тоже осуществляете и передаете. Также у вас будут агентские вознаграждения, партнерские отчисления от смежников и поставщиков, с которыми вы наладите контакты, проверенные, чтобы они не подводили. И тем самым тоже увеличите себе баланс на счету. Также есть возможность создать компанию. Если все идет хорошо, если вы проверили теорию и видите, что в принципе вся тема работает, вы уже организуете себе бизнес, открываете компанию, оформляете себе юридическое лицо и дальше уже работаете официально, в принципе, переходя полностью в новую тему. С помощью знания психологии клиентов вы можете выйти из конкурентного рынка и повышать чек. Это то, что тоже не очевидно всем дизайнерам. Многие борются именно за качество работы. Да, качество, естественно, должно быть. Но именно переговоры и умение объяснить, чем вы отличаетесь от остальных, почему у вас стоит купить и почему у вас стоит купить дороже, это тоже навык, который можно развить и тем самым только за счет этого увеличить свой доход примерно в полтора, а то и в два раза. Итак, итоги. Выгода по деньгам. Заработок в этой теме хороший. От 10 до 30% бюджета проекта вы сможете зарабатывать, если будете оказывать услуги не только по дизайну, но и по генпанряду строительству и оказывать полный спектр услуг. Минимальный заработок примерно 5%, если вы делаете проектирование, это примерно 100-300 тысяч рублей на проекте, ну то есть это рынок меньше уже, в принципе, никто не делает. В целом это интересная работа, это перспективная занятость и работа, у вас есть новые идеи для жизни и развития, и важная часть, что дизайн одинаково делает по времени и простой, и премиум. Почему наш мастер-класс называется именно работа с премиум-сегментом? Ну, во-первых, потому что там и люди интересны, и объекты интересны, но самое главное, самая основная вещь, что многие в целом не понимают, что все равно, какие объекты делают, если ты делаешь однокомнатную или двух-трехкомнатную квартиру до 70 метров, и если ты делаешь дом, там разница не в два раза по времени. Там нужны другие навыки и просто немножечко по-другому мыслить. Мы вас учим именно мыслить по-другому, таким образом вы тратите, в принципе, то же самое время, как бы и тратили на высококонкурентном рынке, когда вы работаете с однокомнатными, двух-трехкомнатными квартирами до 100 метров, где очень большая конкуренция, вы можете выйти, в принципе, из конкуренции и работать в том сегменте, в котором мало кто умеет работать. Выбор, с какими клиентами работать, это самое важное, потому что с самого начала нужно тренироваться именно на тех клиентах, с которыми вы хотите работать в дальнейшем. Такое есть правило. Итак, мы подобрались с вами ко второй части. Эта часть у нас сейчас будет про вас. Мы обсудим четыре основные ситуации, в которые идут в профессию дизайнера, и эти ситуации у нас будут совершенно разные, но их будет объединять одно, то, что вы хотите стать дизайнером, и то, что у вас еще не до конца сформированы все навыки, которые нужны. Сейчас мы обсудим разницу. Есть четыре основные позиции, которые я сейчас дам рекомендации, советы и как вам прям стартовать. Итак, первое – это новичок. Характеристика здесь – это то, что нет знаний. То есть знаний в целом нет. Это, как правило, другая профессия, либо математическая, либо экономическая, либо управленческая. В общем, любая деятельность, не связанная с творчеством. Но в детстве был интерес именно к творчеству у вас, скорее всего. Но просто почему-то попали, вы пошли по другой теме. Может быть, родители отправили в другой вуз, либо просто сами не рискнули. Подумали, что это неприбыльная профессия. Но вот как она оказалась, на самом деле, творческие профессии – они самые выгодные. Вторая позиция – это люди с несистемными знаниями. Скорее всего, вы уже где-то отучились, но знания не полные, проекты есть, но есть проблемы в отношении с клиентом, в общении с клиентом. И в целом не все всегда гладко, есть какие-то недопонимания. Хочется ощутить полноту знаний для того, чтобы чувствовать себя профессионалом, и чтобы клиенты тоже чувствовали, что вы профессионал, и ни в коем случае не продавливали вас на какие-то решения, которые вам не очень комфортны. Третья – это из смежной сферы. Это могут быть визуализаторы, проектировщики. Бывает так, что вы работаете в кухонном салоне, либо в магазине мебели, встречаете с клиентом, в целом понимаете их задачи, как работать, но дальше почему-то не идет. То есть хочется делать не какие-то конкретные вещи, а в целом брать инициативу на себя и оформлять весь интерьер. Здесь мы расскажем, как вам тоже стартовать максимально быстро. И последняя, четвертая тема – это сам себе дизайнер. Когда у вас есть дом или квартира, тема дизайна вам нравилась достаточно давно, и вы подумали, а зачем я буду нанимать дизайнера, если я сам или сама смогу стать дизайнером, и в целом освоить эту профессию, сделать себе дом и, может быть, даже потом сделать ее своей работой и помогать друзьям и коллегам. Профессия дизайнера – это очень качественная, очень счастливая жизнь, если вы делаете все правильно. И работа с премиум-сегментом, работа с качественным бизнес-классом, с уважением, с хорошими партнерами, с хорошими коллегами – это всегда очень-очень хорошо, в том числе для вашей жизни, для вашей самооценки. То есть для меня это профессия мечты. Почему? Потому что она обеспечивает абсолютно все сферы жизни – и экономические, и эмоциональные, творческие, и интересы саморазвития. Экономические профессии дизайнера можно очень хорошо зарабатывать. Выше мы посмотрели примеры. Это рынок, кто-то получает такие деньги, и кто-то на них работает. То есть если делать все правильно, если выходить на рынок с умом, если последовательно, пошагово строить свою карьеру так, как надо, у вас будет абсолютная финансовая независимость и для себя, и для своей семьи, и для своих коллег, с кем вы работаете. Второе – это эмоциональная и творческая составляющая. Все мы люди и идем в эту профессию не только ради денег, но потому что хотим творчески реализоваться. То есть это очень интересная профессия, когда ты можешь рисовать, придумывать, впечатляться, и это впечатление, оно ложится как частичка чего-то, кусочек вас, с помощью которого вы доносите миру пользу. Это что-то физическое, что клиент видит, в чем клиент каждый день существует, находится, и по сути, таким образом вы передаете частичку себя в этот мир. Это очень прикольное, интересное эмоциональное состояние, когда такое испытываешь. Ну и последнее – это интерес саморазвития, это постоянное желание человека двигаться вперед, развиваться, не останавливаться на достигнутом. У меня, например, это так. Уверен, что у вас тоже сейчас или будет в ближайшем будущем. Если планируете стать дизайнером, то ждем вас на интенсиве, на котором я расскажу максимально детально, как стать дизайнером, как работать с премиум-сегментом, разберем детально те вещи, которые сегодня мы обсуждали. Я покажу примеры, покажу наши кейсы, покажу нашу конференцию. В общем, какую последовательность нужно делать для того, чтобы максимально быстро развиться в этой профессии. Также вас ждут призы, подарки, интересные методички. Вы сможете задать вопросы, которые вас интересуют острее всего. Пообщаемся, приходите, будет интересно. Продолжение следует...